МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ведение объективных расследований невозможно в принципе. Роль судебно-экспертной оценки – это основа любого права судья. А у нас по этому направлению сразу ряд хронических нерешенных проблем. Это с площадки Сената открыто озвучили. И, как выяснилось, депутаты попали в точку. Штатная численность, статус, условия работы, зарплаты и даже социальные гарантии судебных экспертов до сих пор остаются на уровне конца прошлого века. При этом нагрузка за те же 25 лет выросла, только вдумайтесь, в 13 раз. Штатная численность экспертов Центра судебных экспертиз составляет 1272 единицы. При этом, несмотря на ежегодное увеличение количества и видов проводимых исследований, внедрение новых и сложных экспертиз, количество штатных единиц экспертов не пересматривалось с 1998 года. За этот же период в связи с расширением видов и востребованностью экспертных исследований количество проведенных экспертиз возросло с 13 тысяч до 184 тысяч в год. С 2017 года вся судебная экспертиза находится в ведении Министерства юстиции. Специально созданный Центр судебных экспертиз в настоящий момент проводит 57 видов экспертных исследований. Перегруз, то есть возросшая нагрузка, наблюдается по самым востребованным специальностям. Например, по судебной медицине более чем в два раза. По судебно-психиатрическим, строительным, экономическим и пожарно-техническим видам более чем в три раза. Высокая экспертная нагрузка приводит к нарушениям установленных сроков производства экспертиз и нередко затягивается до 6-8 месяцев вместо положенного одного месяца. Это приводит к снижению их качества, объективным жалобам со стороны населения и затягиванию судебных разбирательств. Представьте, что за последние четверть века с вас каждый год требуют в разы увеличивать производительность. При этом ни вашу зарплату, ни штат не увеличивают, а условия труда и даже материальную базу почти не меняют. Представили? Задержится в наше время на такой работе по-настоящему квалифицированный специалист. Или того хуже, придут на такие позиции молодые кадры. Вопрос. Давайте по порядку искать ответы. И начнем с ключевой проблемы – рабочей нагрузки сотрудников, которую в профильном ведомстве, не стесняясь, называют неадекватной. Например, при нынешней нормативной нагрузке судмедэксперта 6-7 экспертиз в месяц, он по факту вынужден проделать от 25 до 40. А как известно, там, где перегружают количеством, почти наверняка жди потерь в качестве. Правда, в этом случае речь о качестве правосудия. Если в былые времена каждая судебная экспертиза – это, скажем так, небольшое научное исследование, когда эксперт мог комфортно, без оглядки, сконцентрироваться на существе дела и качественно выполнить то, что от него требуется. То сейчас во главе угла – это сроки. А теперь приплюсуйте сюда ту ответственность, которая по умолчанию висит на судебной экспертизе. На конкретных экспертах висит. Всем же очевидно, насколько далеко за эти годы продвинулась преступность. Ее приемы и методы – криминальный мир не стоит на месте. Если нет адекватного экспертного ответа, если есть пробелы с объективной правовой оценкой, представьте, как безнадежно мы рискуем отстать. По экспертным специальностям дефицит кадров сохраняется стабильно. Больше 130 вакансий имеется прямо сейчас. Про отток из профессии высококвалифицированных кадров напрямую указано в депутатском запросе. И это при том, что даже по самым скромным подсчетам Минюста прямо сейчас не хватает более 700 экспертов. Это половина от тех, кто есть. Понимаете? Однако попросту нет желающих так безответно отдаваться этой профессии. Наши сотрудники – это в некотором роде волонтеры или фанаты своего дела. Это, на мой взгляд, не совсем верное положение. У нас должно быть интересно работать как с точки зрения самореализации, так и с точки зрения материального благополучия. Тут мы вплотную подошли к проблеме номер два – оплате труда. Заработные платы, которые были актуальны в конце 90-х, уже давно, сами понимаете. А прибавьте к этому еще и отсутствие у судебных экспертов полноценного статуса. Его нет. Буквально. А это по цепочке и порождает проблему за проблемой. В настоящее время за счет средств эмбликанского бюджета мы не можем выделить какие-то социальные гарантии для экспертов. Единственное, что мы делаем сейчас – это мы обучаем за счет грантов. А отсутствие у судебных экспертов социальных гарантий – соцпакета. Это отсутствие званий, льгот, в том числе на жилье, пенсии по выслуге лет и много чего еще. Далее по списку, как говорится. В области психиатрии, например, знаете, во сколько раз объем экспертиз превышает норматив? Сразу в 5-6. Ради чего квалифицированному психиатру оставаться на такой службе, если на рынке полно альтернативных вакансий? В прошлом году вылилось 4 эксперта. Это как раз-таки низкозаработная плата, очень большой объем работы, также и эмоциональное состояние человека. То есть это вот такая большая нагрузка, и это приводит к профессиональному выгоранию. Нет возможности пойти на заслуженный отдых, на пенсию, по выслуге лет. Социальные пакеты, то есть это какие-то льготы для жилья и так далее, или какие-то выплаты, то есть они тоже отсутствуют. Но есть и еще одна, третья, нерешенная по сей день проблема – условия труда. Судебный эксперт, наряду со следователем, прокурором и судьей, непосредственно вовлечен в орбиту уголовного либо гражданского процесса. Представьте степень его стресса, когда работаешь при постоянном риске для собственной жизни. Очень большой риск есть заражение. Этими там СПИД, ВИЧ, инфекция, туберкулез, сифилис и так далее. Институт судебных экспертиз в Астане в декабре 2022-го переехал в новое здание. Оснащен как надо и соответствует всем положенным нормативам. Однако он такой в стране пока единственный. Хроническая недооснащенность службы судебной экспертизы в регионах вынуждает сотрудников из центра выезжать в длительные командировки. Ведь не везде на местах проводятся определенные виды исследований, а зачастую не хватает оснащения лабораторий. Материально-техническая оснащенность центра судебной экспертизы, за его территориальных подразделений, она сейчас составляет порядка 70% от установленных нормативов. В связи с этим нам надо приобрести порядка 14 тысяч наименований оборудования. Стоимость его предварительно около 31 миллиарда тенге. Давайте подытожим. Во-первых, колоссальный рост нагрузки. При нулевом росте штатной численности судебных экспертов такое не может длиться бесконечно. Правда? Во-вторых, зарплата и довольствие. Из-за нынешних окладов действующие сотрудники уходят, а новые не приходят. И третье. Условия работы. Не хватает ни оснащения, ни помещений. Зато риска, пожалуйста, в избытке. В депутатском корпусе прямо говорят, что без полного решения всех проблем службы судебных экспертов судебную реформу нам не освоить. Это же составляющая звено. Укрепление доверия общества к судам должно стать приоритетной целью. Следует активизировать работу по привлечению к отправлению правосудия новых профессиональных кадров. Судебная система нуждается в специалистах в области налогообложения, недропользования, интеллектуальной собственности, корпоративного права. Сейчас, пожалуй, уже пришло время ситуацию изменить. Не то, чтобы я так хочу. С этим согласны и в парламенте, и в правительстве. В ответе на депутатский запрос сенатора, премьер-министр существующей проблемы прямо признал. Чрезмерную нагрузку попробуют решить реструктуризации Центра судебных экспертиз. Сейчас прорабатывается перевод части административного персонала на экспертные должности. Кроме того, в правительстве отмечают возникшую потребность в увеличении штата сотрудников. Что до зарплат, то их поднимать начали уже де-факто. Планируется, что во втором полугодии зарплата медработников судебной экспертизы достигнет уровня оплаты в здравоохранении. По остальным специальностям оклады будут повышать поэтапно. И по поводу условий труда тоже в ответе подробно изложено. Вопросами оснащения-переоснащения судебной экспертизы правительство занималось вчера, занимается сегодня и наверняка будет заниматься и завтра. В первую очередь мы работаем на результат и наша задача обратить внимание правительства, чтобы сейчас они отрабатывали, и я знаю, что они сейчас просчитывают все необходимые цифры, чтобы понять в целом, какая цена вопроса. Но у нас тоже есть определенный опыт, мы готовы где-то со своей стороны тоже подсказать. Вот как работает депутатский запрос. Видели, да? Парламент не сваливает решения наших общих проблем на правительство, а готов поработать в одной команде, законодательно поддержать. Образцово-показательный сегодня пример получился. Осталось всем все дружно до ума довести. А мы проследим. И эту тему, и новую разберем уже через неделю. Следите за нашими эфирами на ТВ и страничкой на сайте 24КИЗ. До встречи.